Вы сегодня вспоминали события 1991 года, когда советские танки вошли в Вильнюс. И с тех пор прошло уже более 30 лет, и стало понятно, что Россия своих имперских амбиций не оставляет. Однако, сколько бы не предупреждали Европу Западную, особенно, об этом на протяжении этих десятилетий, как будто не хотели слушать. Поддавались и на газовый шантаж, пытались умиротворить агрессора. Как вы считаете, действительно ли Запад не хотел слышать вот эти предупреждения о том, что рано или поздно эта агрессия будет вспыхивать то там, то там? Запад, можно сказать, что Запад не хотел слышать. Сейчас Запад, ну, лидеры Запада, они уже как-то громко говорят, что да, мы были неправы, вот извините, там, Балтийские страны, Польша, что вы говорили об такой опасности, но мы в это не верили. Такое понятие уже появляется. И, ну, я бы так сказал, просто многие политики, я думаю, как-то слабо знают историю. Я бы так сказал. И поэтому вот делают такие ошибки, потому что, ну, мы же все понимаем, что в 90-м году Россия или Советский Союз, ну, вообще-то нету здесь большой разницы, были последней империей на Европейском континенте, которая начала разваливаться. И вот Беловежские договора, они как бы поставили юридическую точку. Но ментальной точки в настроениях общества действительно не поставили. И во всех обществах бывших имперских держав достаточно на долгое время, там, на 20 или еще больше лет, вот эта ментальная ностальгия к великому прошлому имперскому, она является очень сильным явлением. Я всегда повторяю пример, вот исторический пример, после военной, после Второй мировой войны Франции. Франция имела проблемы со своими колониями, во-первых, в Северной Африке, вот там Альжир, Марокко и тому подобное. И в середине 50-х годов, то есть уже 10 лет после окончания Второй мировой войны, когда Альжир начал бороться за свою независимость, так в самой Франции возникло же сопротивление, даже военное сопротивление тому, чтобы власть Франции не отдала бы свободу Альжиру. И вот все эти движения ОАСовцев и тому подобное, демократия была практически уже на грани катастрофы, только Деголь пришел тогда, вернулся во власть и сказал, все, давайте спасать демократию, даем свободу Альжиру, потому что это становится уже болезнью всей французской демократии. Ну, Франции повезло, что был Деголь, России не повезло, что вместо Деголя Россия в такой критический момент получила Путина. Вот и вся большая разница, она, конечно, трагическая, но причины же такие. После того, как удалось выгнать советские танки, какие выводы, вы наверняка хорошо помните тот период, какие выводы сделала Литва, которые могла бы сделать Украина после того, как освободить свои территории от российских оккупантов? Ну, у нас была очень четкая цель, что мы понимали, что, знаете, что, да, Россия, хотя при Ельцине была демократией, но эта демократия была такой молодой, хрупкой, мы были правы, что оказалось, что она не смогла выжить, и поэтому у нас цель была единственная, как можно быстрее интегрироваться в Запад. начиная от членства в Европейском Союзе, но то же самое и в НАТО. И Запад в то время был, я бы так сказал, более решительным. Ну, конечно, сама Россия была другая, был Ельцин, который как бы и не сопротивлялся нашему продвижению в Европейский Союз. Запад как-то на нас смотрел тоже, ну, с такой исторической, я бы сказал, разницей мы нашу оккупацию 40-го года не признавали, а Украина не имела такого отношения западного, поэтому Украина как бы не пошла такой же дорогой, какой мы пошли, но здесь есть две причины. Во-первых, как я уже говорил, Запад как бы не показывал таких сигналов Украине, что да, вам тоже открываются двери, но с другой стороны, может быть, и украинские политики не так твердо этой дороги искали. Вот из этого и получила вся разница, потому что для нас интеграция в Европейский Союз и в НАТО была действительно тем самым главным инструментом, который нам позволил и создать наш успех, и, конечно, обеспечила нам полную безопасность. В Украине, увы, в этом плане исторически, да, не повезло, и это, конечно, привело вот ко всем тем большим катастрофам или трагедиям, которые сейчас все мы видим, все мы хотим помогать Украине, но проблемы не начали возникать, или, скажем так, причины, они кроются вот там в 90-х годах, и я думаю, что часть вины здесь лежит и на плечах Запада, что тогда не хватило решительности. Но вы правильно сказали, что, возможно, не было и такого желания у правительства Украины тогда, и все, опять-таки, я лично думаю, что из-за засилия в политикуме, из-за засилия в спецслужбах, в том числе и агентов российского влияния, и вот хотел бы об этом подробнее поговорить, как удалось Литве тогда, в 90-е годы, очистить свои ряды от вот этих вот пророссийских политиков, которые тянули страну, наверное, в сторону интеграции с Россией, от каких-то завербованных людей в литовских спецслужбах, службы безопасности. Ну, знаете, да, мы с самого начала начали то, что мы называли иллюстрацией, она не была такой эффективной, как мы бы хотели. С другой стороны, наверняка нам повезло, вот я говорю как раз то, что уже в 93-м году Европейский Союз начал показывать вот те двери, сначала неофициально, а потом уже официально в Европейский Союз. Избиратели наши, ну, как бы, блуждали с одной стороны в другую сторону. И уже в 92-м году, в конце 92-го года, хотя мы были уверены, что люди должны быть нам абсолютно благодарны за то, что вот наша политическая сила принесла как бы независимость и тому подобное, в 92-м году люди проголосовали против нас и проголосовали за бывших коммунистов. Но нам повезло, что вот эти бывшие коммунисты, они тогда уже остались социал-демократами, они как-то поняли, что поворачивать обратно в Москву, но уже нету, нету как бы и смысла, и нету желания. И потому, что в то же самое время, я говорю, в 93-м году, уже Европейский Союз начал нам показывать дорогу интеграции. И вот это нас держало как бы на пути. А то, что Кремль всегда пытался как-то повлиять либо через какие-то персоналии, или какие-то, скажем, какую-то ностальгию к прошлому создавать, или там пугать Западом, что Европа – это геи Европы и тому подобное, что они боролись, Кремль боролся против наших больших энергетических проектов, которыми мы пытались и создавали свою энергетическую независимость. Это все мы проходили. Ну, просто как-то нам повезло, что несмотря на все это, все-таки, я так скажу бы, ну вот в политикуме все равно большинство было за нормальную европейскую политику. Хотя по флангам самого разного мы бы всегда имели. Ну, хорошо. А если говорить о силовых структурах, то есть там уже офицеры, которые учились, кто-то, возможно, в школе КГБ, кто-то имел сильные связи с силовиками в России. Вот в Украине постоянно, до сих пор, там чуть ли не каждую неделю находят службу безопасности, контрразведка, каких-то российских агентов, в том числе в силовых структурах. Вот были ли такие персонали именно в Литве в 90-е годы и, может быть, остаются сейчас? Ну, во-первых, нам наверняка повезло, что мы не имели своих военных сил до 90-го года, и мы их создавали с нуля. Уже после того, как повозгласили независимость, так же, как и все свои структуры безопасности. То есть мы не реформировали там, КГБ, бывшая советская, какую-то литовскую там службу безопасности, создавали все чисто с нуля. Это не было легко. Сначала были какие-то там ошибки, может быть, и персональные ошибки. Но, опять же, нам очень сильно помогал Запад. И, скажем, те же самые наши военные силы создавались на... Во-первых, при очень сильной поддержке Запада, тех же стран натовских. И очень быстро появилась ну как бы такая основная группа молодых офицеров, которые закончили уже учебу не в каких-то там московских академиях, а там в Веспойнте, в германских военных училищах и тому подобное. И тогда оказалось, что действительно наши военные силы являются... Ну, я сам так всегда говорил, что по сравнению с другими какими-то бюрократическими институциями, литовскими там, министерствами и тому подобное, вдруг оказалось, что военные силы являются наиболее прозападными, наиболее как бы основанными на таких уже принципах модернного западного менеджмента и тому подобное. Я всем показывал пример. И да, были люди, которые, офицеры, которые закончили там академию где-нибудь в Москве, они были на достаточно высоких, скажем так, позициях, но как-то из-за того наверняка, что мы были уже... До Сен-Шарана стали очень сильно связаны с натовскими структурами. Мы как-то себя чувствовали, что, ну, если уже что, если вот эта персональ, а там что-то оказывается натворяет, что нам поможет натовские спецслужбы это увидеть. Продолжение следует... Продолжение следует...